Здравствуйте! Я Гришаев Александр. Как говорится, зима близко, так что продолжаем тему освещения. И сегодня, как обещал, расскажу про световые сценарии для гостиной, спальни и кухни. Но перед этим напомню, что продолжается конкурс на самый оригинальный дизайн туалетной комнаты. Все фото присылайте на мой адрес, а условия конкурса читайте в описании. Одним из условий участия, кстати, является подписка на мой канал, так что не теряйте время, жмите на колокольчик, и вы не пропустите ни одного нового выпуска. Итак, да будет свет! Поехали! Гостиные. Обычно дизайнеры делят освещение в комнате на три группы. Общее. Функциональное или направленное. И свет настроение или декоративная подсветка. Общее освещение – это светильники, которые размещаются под потолком и дают равномерный рассеянный свет. Это, как правило, центральная люстра. Ее стоит дополнить направленным функциональным освещением в виде встроенных потолочных светильников и настольные лампы на рабочем столе. Функциональное освещение должно быть ярче общего, чтобы лучше все видеть. Почти цитата из красной шапочки. Потолочные светильники можно заменить на споты, которые двигаются по шине. Такая система легко монтируется и может освещать сразу несколько точек. Например, картину, диван, рабочий стол. Ведь споты можно передвигать по шине и направлять в любую сторону. Я бы лично поставил еще торшер у дивана. Обожаю торшеры. И вот когда сформировано комфортное общее и достаточное рабочее освещение, остается создать в комнате нужную атмосферу. И здесь включается светодиодная лента, которая может менять цвета. Ее можно использовать в скрытой и закарнизной подсветке. Вообще, для того, чтобы создать правильный световой сценарий, нужно представить полный цикл работы освещения в вашей квартире в течение суток. Например, днем можно обойтись без освещения. Вечером первым делом включайте общую люстру. Смотрите телевизор, отключаете люстру, оставляете функциональную подсветку. Работаете. Включите локальное освещение стола. Его, кстати, можно сделать не только с помощью настольной лампы, но и с помощью подвесов над рабочей зоной. Захотели уединиться, выключаете все, кроме скрытой цветной подсветки. Теперь кухня. Здесь общее освещение не обязательно, так как кухня в основном выполняет только функциональную роль. Ну, особенно если речь идет о кухне небольшой площади. Необходима функциональная подсветка рабочей поверхности из-под верхних ящиков. Позаботьтесь также о потолочной направленной подсветке, подсветке верхних ящиков и самой рабочей зоны. Ну, а одноламповый светильник из центра комнаты уместнее сместить к обеденному столу и за счет длины подвеса превратить его в свет в рабочий. В этом случае нижний край светильника должен находиться на расстоянии 48-68 см от поверхности стола. Также стоит подсветить с помощью подвесов барную стойку, ну, при наличии таковой. Что же касается декоративной подсветки, то можно добавить торшеры. Они помогут создать атмосферу романтического ужина, если выключить функциональное освещение. Также эффектно будет смотреться подсветка под соколю кухонного гарнитура. Она создаст ощущение парящей мебели. Совет. Располагайте светильники на кухне таким образом, чтобы они не отбрасывали вашу собственную тень на рабочую поверхность. Это самая частая ошибка. В то время как для хорошей подсветки рабочей зоны на кухне достаточно нескольких люминесцентных ламп или светодиодной ленты, закрепленные под настенными шкафчиками. В столовой общее освещение желательно, но не обязательно. А вот рабочее освещение обеденного стола однозначно необходимая вещь. Напоминаю, расстояние от нижнего края светильника до поверхности стола должно быть от 48 до 68 сантиметров. И для него лучше выбрать лампы теплого свечения. Об этом я говорил в прошлой программе. Спальня. Здесь все просто. Общее освещение – это люстра или какой-нибудь современный светильник. Парные рабочие по сторонам от кровати – это могут быть настенные бра или настольные лампы или одноламповые светильники на длинном подвесе. Для атмосферы декоративное освещение в качестве вечернего – та же закарнизная или скрытая подсветка из светодиодной ленты. Совет. Не засвечивайте спальню. Это не способствует расслаблению. Также удобно посадить центральную люстру на диммер. Это такой выключатель, который позволяет плавно регулировать яркость света. Но стоит учесть, что с диммером работают не все лампы. И вот несколько тонкостей, которые нужно принимать во внимание при выборе ламп. Обычные лампы накаливания потребляют много энергии, греются, не терпят соседства с бумажными абажурами и быстро выходят из строя. Но при этом обладают комфортной температурой света, минимальной ценой, и их можно использовать с диммером. Люминесцентные почти не греются, дольше служат, но с диммером не работают. Галогенные компактны, дешевы, но очень сильно греются, при этом можно диммерить. Светодиодные при высокой цене очень экономичны, служат долго, работают с диммерами и имеют небольшие габариты. Чтобы лампочка не слепила, отдавайте предпочтение матовым. Светодиодную ленту в качестве подсветки рабочей поверхности кухни лучше использовать с рассеивателем. Это даст мягкое свечение. Особенно актуально с глянцевыми столешницами. Ну и не покупайте самую дешевую, она будет очень тускло светить. Для подсветки лучше использовать ленту со светодиодами, расположенными через каждые 5 мм или в два ряда. Вот коротко о сценариях освещения в гостиных, спальнях и на кухне. Если вас интересует что-то конкретное, пишите на мой адрес. Посмотрите предыдущие выпуски программы и ремонт станет для вас более понятным. Ну и подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Встретимся через неделю. Будем менять с Александром Гришаевым. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...